15 июня 2023 года, новости с Украины. Сводка с фронта СВО на сегодня. Запорожское направление, ожесточенные бои в районе Пятихаток, Макаровки и Урожайного. Пригожин отдал машину родным погибшего. Обстановка на фронтах Украины 15 июня 2023 года, сватово-кременное направление, на Купянском участке, идут позиционные бои, наши держат плацдарм у Масютовки. Тем временем русская армия подвигается в районе Белогоровки. По всему направлению работает наша артиллерия и авиация. Донецкое направление, наши бойцы, пытаются продвинуться к северо-западу от Авдеевки. Боевики тем временем активизировались в районе Опытного и пытаются выдавить наших с позиций в Первомайском. В Мариинке наши продолжают давить ВСУ на западе города. Запорожское направление, бойцы русской армии, сдерживают противника в районе Пятихаток. На Времьевском выступе продолжаются ожесточенные бои в районе Макаровки и Урожайного. К западу от Углидара наши атаковали в направлении Благодатного. Подразделения Росгвардии в ЛНР вскрыли базу диверсантов в ВСУ. В гаражном кооперативе были обнаружены европейские автомобильные номера и полотна с лозунгами на польском языке, а также налаженное производство боеприпасов и минимального, все, что представляло угрозу для граждан, уничтожено. Времьевский выступ. Обстановка на 15 июня 2023 года на Времьевском выступе. Продолжаются ожесточенные бои на линии Макаровка-Урожайное. Как заявили в Минобороны России, всего с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия, большой дальности и авиации в глубине украинской территории. Это общее количество личного состава, участвовавшего в атаках по всей линии фронта. Макаровка находится под огневым контролем российских войск. Позиции ВСРФ располагаются на близлежащих высотах и к югу от населенного пункта. Украинские формирования пытаются продвинуться южнее, и если пехота успевает рассредоточиться по разрушенным зданиям, то по технике работают на подходах. Урожайное находится под уверенным контролем российских войск. Передний край проходит по северо-восточной окраине села. Все попытки продвижения были отражены. Левадное под контролем украинских формирований, оттуда предпринимают попытки продвижения к приютному. Новодаровка, в серой зоне. Равнополь, под устойчивым контролем российских войск. Херсонское направление. Обстановка на 15 июня 2023 года. По заявлениям официальных властей, вода из Днепра вернется в привычное русло к 20 июня. Но подтопленным территориям еще предстоит прийти в норму. С подачи украинских органов информационно-психологической борьбы распространяется оторванная от реальности сценарий наступления украинских формирований вглубь Херсонской области и границам Крыма. По замыслу противника, через болотистую местность будет наведена переправа для переброски масштабного ударного кулака, который должен занять новую каховку, а в дальнейшем нанести рассекающие удары через Чеплинку, Кармянску и Мелитополю. Подобный сценарий в условиях непригодности территории левобережья Днепра выглядит неправдоподобным. Скорее всего, подобные сообщения распространяются с целью маскировки направлений переброски подкреплений. На днях из Николаева на Донбасс было переброшено три бригады. Кроме того, информаторы с мест сообщают о постоянной переправке техники на восток. Гораздо более вероятен сценарий десантной операции в Каховском водохранилище. После обмеления бассейна были повреждены минно-взрывные заграждения, поэтому вариант заброски десантных групп на этом участке потенциально возможен. Террор в ИСУ в приграничных областях РФ, террористы УК Украинского государства продолжают вымещать злобу на мирных жителях Российской Федерации, живущих в приграничных районах. Вот неполная сводка ударов, нанесенных по мирной инфраструктуре за сегодняшний день. Белгородская область, под обстрел градов, попало село Соболевка, повреждены пять домовладений. Есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия, повреждены четыре единицы гражданской техники. Курская область, в поселке Глушково, после обстрела ранения получили два человека, поврежден детский сад, дом культуры и два административных здания. Наши пограничники сбили нацистский беспилотник, корректировавший огонь. В поселке Теткино разрушение на спиртзаводе, нарушено электроснабжение. Также досталось селам Коровиковка и Попово-Лежачи. Жертв нет. Брянская область в ИСУ обстреляли приграничную деревню Грудскую из миномета. Пострадало два человека. В поселке Найтоповичи, недалеко от инфраструктуры нефтепровода, был обнаружен и уничтожен рухнувший там нацистский дрон Камикадзе. Надеемся, что вопрос о создании санитарной зоны в областях Украины, граничащих селом нашей территории, будет рассмотрен как можно скорее. О необходимости таких мер вчера на встрече с военкорами говорил президент России Владимир Путин.